привет друзья ну наверное в начале все-таки я хотел бы извиниться перед всеми зрителями канала amazonian dream за столь долгое отсутствие потому что больше двух недель я не обновлял канал и причиной всему этому друзья мои я затеял строительство отдельного помещения для того чтобы разместить все свои аквариумы в отдельном помещении убрать их из дома потому что это во первых это сырость а во вторых меня растет маленький ребенок и честно говоря вы знаете я переживаю за то что рано или поздно рыбки начнут купаться шампунем да и сами понимаете маленький ребенок ему же ничего не прикажешь поэтому времени физически на обновление канала на монтаж видео у меня вообще нет так что прошу меня друзья понять и простить но сегодняшнее видео друзья совсем не о том что я планирую строить разводню а о том что вот уже практически второй месяц как я пытался сделать какой-то там дизайн в аквариуме который находится сзади меня я даже выпустил видео о том как я там ковыряюсь камнями делаю какой-то скейп и до сегодняшнего дня в нем нет травы в нем нет растений а почему все так происходит да дело в том что друзья вот буквально на днях выйдет еще одно видео о параметрах воды для аквариума о тестах где я тестирую свою воду из аквариума и вы все друзья поймете поэтому в этом видео я не буду рассказывать о проблеме с водой все это вы увидите в следующем выпуске а сегодня я хочу поговорить о том что следствие того что у меня в аквариум насыпана лава я думаю вы сами сейчас видите что до сих пор в аквариуме стоит легкая муть в общем я долго собирался с мыслями долго не решался потратить деньги на то чтобы все таки купить отдельный фильтр но как оказалось все таки пришлось мне купить этот фильтр вот он кстати стоит перед вами и сегодняшнем видео мы вместе с вами распакуем этот фильтр установим его в аквариум и спустя недельку две мы посмотрим как он работает в этом аквариуме а сейчас друзья не переключайтесь я покажу как я сделал систему биологической фильтрации в этом аквариуме изначально концепция этого аквариума должна была быть предельно простой и без каких-либо танцев с бубном этот аквариум я организовал по принципу смежных сосудов то есть вот здесь у меня стоит аквариум а внизу друзья планировался полюдариум но он как бы и сейчас планируется и и циркуляция воды должна осуществляться между аквариумом и полюдариум то есть фактически это одна общая система друзья фактически я все-таки сделал я сделал вот здесь слив из 32 трубы вот так все это дело выглядит с другой стороны здесь самый обычный перелив и вот так вот водичка журчит по камушкам полюдариуме но с этой стороны организовал возврат воды из полюдариума с помощью вот такой вот помпы друзья ну там она спрятана за камушком в общем здесь я спаял трубу как видите а здесь вот выход и все это дело выглядит следующим образом везде на полюдариуме покровные стекла и склеены они таким образом что вот видите заходит стекло на стекло здесь она с одной стороны приклеена то есть для того чтобы минимизировать испарение из полюдариума то есть он у меня герметически закрыт исключая вот эту дырочку для шнура под помпу в принципе концепция достаточно интересно просто и имеет право на жизнь но есть одно небольшое но друзья все дело в том что я никак не могу убрать вот эту вот белесую взвесь из аквариума ну сейчас мало того что водичка вся в муте да вот здесь на стеклах начались обрастания это запускается биология я каждую неделю из своих аквариумов доливаю сюда где-то вот 50 процентов воды сливаю и 50 процентов я добавляю своих аквариумов для того чтобы здесь запускалась биология для того чтобы вся вот эта лава которая находится в полюдариуме обрастала микроорганизмами и в принципе друзья все это достаточно неплохо работает но опять же повторюсь проблема с белесой мутью поэтому я принял решение поставить но как минимум на первое время пока полностью не запустится биология поставить на механику и химовский фильтр для того чтобы убрать из воды всю эту механическую здесь и добиться кристально чистой воды перед тем как высаживать растение я думаю многие из вас уже видели видео где я показывал распаковку оборудования от интернет-магазина аквапрофи и вот собственно с этим всем оборудованием ко мне приехала то что я заказывал именно под этот аквариум друзья ко мне приехал фильтр и профессионал 4 плюс ко мне приехал вот такой вот обогреватель на 200 ватт и друзья новинка от корейского производителя значит наполнитель бионаполнитель для фильтров с функцией понижения карбонатной жесткости и ph и собственно я сейчас хочу вместе с вами сделать распаковку этого фильтра этого обогревателя все это дело собрать в одно целое засыпать вот этот наполнитель и оставить все это дело на несколько недель для того чтобы убедиться как работает обогреватель как работает этот фильтр и как работает этот наполнитель давайте пожалуй начнем из обогревателя почему я остановился именно на этой модели дело в том что этот обогреватель я планирую помещать непосредственно в сам этот обогреватель имеет автоматическое отключение в случае осушения, то есть если воды не будет. И этот обогреватель имеет вот такую вот предохранительную решетку, что мне позволит его поместить в полюдариум. И в случае, если вдруг, ну, мало ли, да, если вдруг помпа выкачает из полюдариума всю воду, то этот обогреватель автоматически отключит и током не убьет тех жильцов, которые будут у меня жить в этом аквариуме. Весь прикол этого обогревателя, друзья, в том, что у него нет регулировки температурного режима. И он рассчитан для аквариумов до 400 литров. Лично мне очень интересно, как он будет работать в моем аквариуме, потому что у меня объем где-то литров ну, около 300, наверное. 210 литров сам аквариум и плюс еще в полюдариуме литров 70 воды. В комплекте находятся вот такие вот, друзья, присоски, которые монтируются следующим образом. Одна монтируется непосредственно на защитную решетку вот здесь, а вторая вот на такое крепление, которое прикрепляется вот здесь вверху. И, собственно, вот таким вот образом присоски крепятся к самому обогревателю. На время тестирования, друзья, я этот обогреватель прятать не буду. Я его просто размещу вот здесь. А вообще, я планирую его поставить вот здесь, слегка прикопать вот там вот грунтом и поставить его на течение, на возврате воды из аквариума. Собственно, ну, если кто не понимает, что происходит, это у меня как раз полюдариум. И вот, смотрите, вот проблема какая. Видите сами? Вот какая муть пошла из воды. Вот эту проблему я хочу убрать с помощью того фильтра, который я купил. Как видите, на нашем обогревателе загорелся индикатор. Значит, все работает отлично. Что ж, дадим ему время нагреть воду и посмотрим, какой температурный режим он удержит в этом аквариуме. По заявлению производителя, друзья, этот терморегулятор, он на автоматическом режиме должен держать температуру 25 градусов в аквариумах до 400 литров. Собственно, эта температура мне идеально подходит, потому что в этом аквариуме планируется, я думаю, так, небольшая стайка какой-то очень мелкой харацинки и креветки. Поэтому температура 25 градусов будет им самое то, что нужно. Осталось только подождать несколько дней, чтобы прогрелась вся вода и сделать замеры температуры. Не знаю, как вам, друзья, для меня сейчас будет происходить самое сладкое, потому что на этот фильтр я долго облизывался, очень долго облизывался, но все средства, да и, честно говоря, жадность не позволяли мне приобрести вот такой девайс. но, скажем так, жизнь заставила, потому что хочется красивый аквариум, красивый травничек, а, собственно, без фильтра, ну, по крайней мере, на этапе запуска его запустить не получится. Поэтому встречайте мое новое приобретение вот такой вот красавчик Aheim Professional 4 Plus. Это долгожнадное мною приобретение. Как я уже говорил, облизывался на этот фильтр очень долго и хочу поблагодарить интернет-магазин Aquaprofi.com.ua за то, что предоставили мне очень хорошую скидку на приобретение этого девайса. Аплодисменты. Аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, в общем, штатный бионаполнитель я засыпать не стал. Вместо него я загрузил наполнитель Neo MediaSoft. Как раз тот наполнитель, который понижает PH, ну и собственно работает на биологию точно так же, как и штатный наполнитель Heima. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот друзья, что у нас получилось на выходе. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok